Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Естественно, наука. Уральские ученые рассказывают о своих открытиях. 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков и Павел Филиппов с вами. Ну вот по заставке вы уже поняли, что мы будем говорить сегодня с уральскими учеными. Говорить будем о клещах. О, да. Выясним, что это за существа такие, откуда они взялись. Может быть, это инопланетное нашествие, а может быть и нет. И почему в последнее время мы так часто читаем в новостях о том, что вот еще очередной уралиц по кусам. Да, да, да. И даже сотни. С нами сегодня ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета, Алексей Гилёв. Алексей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Так вот, слушайте, вот я, насколько помню, в 80-е годы мы ходили по лесам за грибами и ягодами, о клещах никто не слышал. Откуда они взялись у нас? Или они были, да как-то вот... И просто в СМИ про них ошибка не рассказывали. Ну, это проблема многоплановая, естественно. Вот прежде всего их действительно становится больше, и это связано отчасти с потеплением, потому что клещи двигаются на север. Учёные показали, что уже километров на 200 местами и больше граница продвинулась. Соответственно, оптимум у них смещается, а в оптимуме всех больше. Оптимум – это в смысле среда их обитания, связанная в том числе с температурой. Да, в том числе с температурой, и прежде всего у нас, в общем-то, температура – фактор определяющий. Наша зима, она многих прессует. Чем теплее климат, тем больше у нас, ну, как бы вселенцев отчасти, отчасти наши и местные поднимают численность. Вот поэтому рост клещей отчасти связан с этим. Отчасти он связан с тем, что у нас происходит, скажем, ну, снижение охотников, вот растёт численность животных, диких прокормителей. То есть, ну, так, навскидку, вдвое выросла численность медведей, по оценке специалистов. Примерно во столько же волков, значит, соответственно, и кормовая база их растёт. А это хорошие прокормители клещей, поэтому клещи чувствуют себя хорошо, прямо благоденствуют. Вот. Кроме того, антропогенная деятельность в плане, вот даже истребление клещей может менять ситуацию. Мы поистребляли, поистребляли, перестали, и популяция клещей сразу отозвалась всплеском. То есть, вот это, как раз в 80-е, в 90-е одно время проводилась массовая такая, как это, не дезинфекция, а диакоризация. Вот. И как стоит её только притихнуть, приуменьшить, сразу популяция отвечает всплеском рождаемости. А почему перестали делать? Это дорого или какие-то последствия ещё были для леса вообще? Отчасти дорого, отчасти посчитали, видимо, что уже хорошо всё. Ну, то есть, в ситуацию эту из-под контроля выпускать нельзя. Если начали обрабатывать, надо продолжать неостановимо. Кроме того, любой живой организм приспосабливается и к вредному воздействию. Про резистентность у насекомых мы знаем. У клещей оно точно так же может возникать. А клещи всё-таки это эндемики уральские? Конечно. Серьёзно? Да. Потому что я слышал где-то такую информацию, что они пришли к нам вот с восточных, откуда-то с Дальнего Востока. Или всё-таки они... Всегда были здесь? Они всегда здесь были, они здесь давно. Просто как бы не было их такой массовой заражённости. Вот. Отчасти. И отчасти у населения, у местного обычно вырабатывается какой-то такой вариант иммунитета. Те, которые давно живут... Те, которые выжили. Практически, да. Они прошли отбор. Да. Вот те, которые выжили, у них естественный иммунитет, они на клещей внимания не обращают. Ну, там нацеплялась, как Репьёв. Оторвал, выкинул. А я просто, кстати, помню, да. Приезжаешь к бабушке, идёте в лес, и если она что-то увидит, она просто пальчиками раз и скинул. Вот. Идёт дальше. Да? У местных жителей, да. Это проще. Хорошо. Есть ещё один миф, связанный с клещами. Касается он Второй мировой войны и про то, что клещей японцы вроде как. Ну, я просто миф цитирую. Начали заражать всевозможными неприятными болезнями и забрасывать на территорию Советского Союза. Вот есть такой миф. Что про него можно сказать? Это миф, да? Ну, нет, это не совсем миф, потому что японцы очень много испытывали именно биологического оружия такого. Они работали и с блохами, и с овшами, и с клещами, и с комарами. Пробовали заражать разными вещами. Но насчёт заброски вот тут я не могу сказать, что это правда или нет. Но на самом деле информации довольно много. Отряд 731. Знаменитый, да. Чудовищное совершенно действие производилось живыми людьми. Они как раз очень много экспериментировали с агентами биологическими, с переносчиками. Насчёт энцефалита сложно сказать. Наш энцефалит, в общем-то, родственен японскому. Но японский, он у японцев протекает легче. Вот они к нему как бы приспособлены. Он эндемичный, они к нему более-менее приспособлены. Что касается нашего, насколько это вот искусственный, заброшенный, насколько естественный, скорее нет. Потому что очаги энцефалита, они распространены по всей территории распространения клеща. Вот они с ним как бы сродственны. Но они не везде были вот такими широко расплывчатыми, они скорее были локальными. Но опять же, наша деятельность хозяйственная приводит к тому, что очаги расплываются. Мы немножко растаскиваем с собой. И клещей там, и нарушаем среду обитания мыши начинают расползаться, которые основные прокормители. То есть очаг может расплываться, и поэтому заражённость растёт. Ну и кроме того, опять же, можно сослаться и на климат, потому что всё равно в организме переносчика паразит, ну, бактерия там или вирус, они должны пройти какой-то цикл размножения. Если сезон тёплый позволяет этому циклу пройти, а то двум-трем, значит, численность заболеваний растёт. Саша, позволь, я прочтю сообщение. Вот она пишет, я был в пятом классе, это где-то в 83-84 годы, от укуса клеща умер одноклассник. Ну, то есть было, получается? Было, конечно, было, просто это было меньше, действительно. Было меньше. Ну, один преподаватель в УРФУ тоже, в общем, я знаю, потому что у нас в Сунце УРГУ преподавал, были последствия как раз-таки укуса клеща энцефалитного. И это, я полагаю, наверное, там либо начало 80-х, либо конец 70-х. Так что, в принципе, эта болезнь с нами достаточно давно. Да. Ещё вот один вопрос. А как так получается? То есть вот клещ это всё на себе несёт, но сам-то не гибнет? Или он всё равно уже обречён? Сам он не болеет. Или, во всяком случае, мы его симптомов болезни не знаем, но мы знаем, что клещ на самом деле выживает, откладывает яйца, и есть даже трансавариальное, то есть от родителей к потомку, передача вируса. Даже так. Клещ живёт один сезон? Клещ может жить несколько сезонов взрослый. До трёх-пяти. О, как? То есть старожила можно встретить? Вот. Но чаще, конечно, большинство-то один сезон живут, потому что всё равно смертность высокая у них в природе. Слушайте, ну вот очень много разных информаций есть. У нас есть такая, знаете, даже подборка мифов. 30 ответов на самые насущные вопросы про клещей. Что могут ли навредить собачьи клещи человеку? Это одни и те же клещи? Могут. Нет. У нас, ну как бы вот у нас на Урале три клеща присутствуют. Таёжный клещ, эксодис персулькатус. Пастбищный. Какого цвета он? Красный. Красный. Красный клещ, самый обычный наш. Вот потом пастбищный или собачий клещ, эксодис рицинус. Он такой серенький. И такой большой красивый клещ, дермоцентр. Он крупнее раза в два, такой заметный. А он опасный или он просто красивый? Они тоже опасны, конечно. Все опасные, да? Вот. Но они разное переносят немножко. Вот. Дермоцентр, у него особенность еще, что у него два сезонных пика. Он активен весной и активен в августе-сентябре. Вот. Значит, таёжный клещ, понятно, что он к Теге приурочен в основном. А пастбищный дермоцентр – это луговые и такие лесостепные районы, открытые места обитания. Так здорово. Прямо чувствуется настоящий ученый у нас гостя. Говорит, клещ такой красивый. Ну, правда. И ты понимаешь, что. Да. Понимаешь? Если смотреть безотносительно того, что он опасен или там что-то переносит, может быть, и красивый действительно. А вы вот на них, на насекомых смотрите, в принципе, как на живой организм интересный, да? То есть у вас никакого к ним отношения предвзятого нет из-за того, что они опасность представляют. Вот как мы смотрим на бабочку. Какая красивая бабочка. Вы так же думаете, на клещей? Да, и на клещей тоже. Я, конечно, их остерегаюсь, естественно, потому что не хотелось бы. Слушай, от медиков мы слышали такую историю, что клещ для того, чтобы оказаться заразным или опасным для человека, не обязательно должен его укусить. Иногда достаточно того, что он по коже прополз или там его сняли неаккуратно. Это действительно так? Если неаккуратно сняли туда, прополз нет, скорее нет. А вот если неаккуратно сняли, раздавили, допустим, в руках немножко, жидкость из него вытекла, а потом руки не помыли или ранки на руках, то да, тогда может быть. То есть такой способ передачи есть. И есть способ передачи вот энцефалита с молоком, например. Да, кстати, поэтому я помню, что бабушка всегда говорила, надо хорошенько в имя осмотреть, там, неважно, коза у вас или коровы, чтобы ничего такого не произошло. Кстати, есть еще одна история по поводу животных, которые являются, видимо, кормовой базой для клещей и, возможно, еще и теми, кто их собирает. Говорят, что ежи, если их большая популяция, они на себя много клещей собирают и вроде как людям меньше остаются. Это похоже на правду. Ну, отчасти да, ежи действительно одни из прокормителей клещей, но то, что людям меньше достается. Всем достанется. Я думаю, что да, ежи скорее создадут повышенное поголовье, то есть они на них накормятся и на следующий год будет. Вообще у клеща у нашего, он так называемый треххозяинный, личинка питается на одном хозяине, отваливается, потом переленивает в нимфу, нимфа должна найти другого хозяина, вот еж как раз уже. То есть первый хозяин – это обычно мышевидные грызуны, вторые хозяева – это обычно белки, зайцы, ежи как раз. Вот, и нимфа отваливается и потом линяет во взрослого клеща, и взрослый клещ ищет третьего хозяина. Третий хозяин уже крупные млекопитающие, вот, и в том числе человек. А вот, скажите, я правильно понимаю, по идее вот этому паразиту надо, чтобы хозяин его подольше жил, чтобы он мог его кормить подольше, да? Ну, паразиту, который постоянно живет на хозяине, да, а эктопаразиту, который вот просто кровью насосется, ему важно, чтобы хозяев было много, а сколько он будет жить, ему не важно. А, то есть поэтому, в общем-то, у них и остаются эти заболевания, и они не исчезают в процессе эволюционном. Да, а кроме того, у самих заболеваний есть желание распространиться дальше, вирусы, бактерии – это тоже живые организмы, они тоже должны как-то распространяться, прежде всего. То самое биоразнообразие, в том числе. Да, да, да. Слушайте, вот те самые болезни, которые можно заработать, ну, все знают клещевой энцефалит, самое тяжелое, пожалуй, заболевание, да, которое и приводит к смертельным случаям в том числе. Момент номер один. Момент номер два – это боррелиоз клещевой или болезнь лайма. Да, болезнь лайма. Вот. Ну, разного рода еще там инфекции. Вот тут прислали мне только что статью. 3 апреля Роспотребнадзор обнаружил новый вирус – хосеки, видимо, фамилия какая-то, который передается людям от клещей. Еще одна напасть. Откуда это берется? Откуда клещи это все получают? От прокормителей. Это цикл прокормителей клещей. Болезнь циркулирует. То есть мыши – те же самые основные носители. Причем, вот тоже непонятно, никто не смотрел всерьез, болеют они, нет. Похоже, что нет, они переносчики. Или, может быть, ну, мы же не смотрим, там болеет мышь, не болеет обычно. Ну да, популяция такая большая, что не может просто отслить, если есть смертность. Может быть, у них какие-то тоже последствия, но вроде бы обычно нет. То есть они просто переносчики, у них это циркулирует постоянно. Клещ, мышь, клещ, мышь. Ну и достается всем остальным, естественно. Кошмар. А вообще клещи – это такие одинокие охотники, либо они колониями живут, как муравьи или пчелы? Они одинокие охотники, но группировки у них есть, естественно. То есть, скажем, вот яйцекладка и личинки где-то примерно в 10 метрах от нее в радиусе расползаются. То есть это группировка такая. Потом, естественно, чем взрослее стадия, тем дальше она разносится. Но все равно есть конкретные очаги такие, где клещей всегда много. А есть места, где они то есть, то нет. Алексей Гилев с нами. Напомню, профессор Гафедри биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета. Мы сделаем паузу, через минуту продолжим. Естественно, наука. Уральские ученые рассказывают о своих открытиях. 8.18 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Мы заговорились, честное слово. Про клещей. Поехали, смотрите, какие бывают они. Они такие разнообразные, маленькие, большие, на лобстеров похожи. И на леопардовых курточках будто бы наряжаются. С нами Алексей Гилев, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УРФУ. Да, вот мы сказали, что есть у них такие группировки у клещей, где они выводятся и появляются на свет, и потом с этого места расползаются. Вот мы знаем, что есть места, где змей встретить вероятность высокая. Да, там должны быть камни, влажный климат. То есть определенные условия. Да. Вот есть ли такие места для клещей, где их вероятность встретить высокое в лесу, и которые, может быть, стоит обходить? Такие места, конечно, есть. Вот это места обычно захламлённого леса. Они любят валежник, они в нём зимуют обычно, под ним где-то в почве. То есть это места, где они переживают. Есть места, где почему-то их много. Ну, вот даже не сказать почему. А, даже так. Просто есть места, где, ну, это как бы, как это сказать, пространственная неоднородность жизни. Вот вроде бы места одни и те же, но в каком-то месте один организм есть, а в другом его нет. И так сразу не сказать, почему, какие факторы на это влияют. Какие-то вот есть группировки, а где-то вот, ну, один-два встречаются. Это называется стацией переживания или оптимумы в экологии. Ну, вот просто ходил такой, не знаю, опять же, один из мифов, наверное, что вот если берёзовый какой-то лес или там роща какая-то... А с берёзой они почему-то и прыгают, как говорили в детстве. Это ещё один миф, что с деревьев прыгают. Они не с деревьев прыгают. Они не прыгают. Большинство клещей атакуют примерно с высоты до 50 сантиметров. То есть это трава или высокая трава. Трава, кустарник, да. И каких-то видов растений конкретных, которые они любят, тоже не существует. Нет, не найдено. На самом деле они хорошо себя чувствуют в сухих сосновых, ну, так, в умеренно сухих сосновых лесах. То есть, в принципе, там тоже бывает высокая численность клещей, можно встретить. Скорее, это связано, ну, допустим, с белками. Ещё один из мифов, что как раз-таки в хвойных лесах их бывает меньше. Нет. Вот, оказывается, нельзя сказать. Тоже неправда. Ещё одна история, касающаяся клещей, про которую нам часто рассказывают, про то, что вот если ты вышел из лесу, то вероятность того, что на тебе остался клещ, крайне высока. И поэтому осмотрись. Вообще они в любой сезон у тебя летний, в начале, в конце могут залезть? Ну, мы уже немножко об этом говорили, что есть клещи, у которых весенняя активность, есть клещи, у которых и осенний пик есть. Вот если мы находимся в таких местах, ну, вот в тайге, где таёжный клещ, то где-то примерно с конца июня, середины июля уже в лесу сравнительно безопасно. Последние клещи ещё могут быть, но чаще всего они уже напитались, им уже крови не надо, они уже уходят на покой. Вот, а если мы где-то находимся в степных районах, то в августе, в сентябре можно дермоцентров вот этих же самых насобирать много. А им влажная погода нужна? Или вот в сухую, как последние три года вот в Свердловской области, им тяжелее выживать, их меньше? Края погода для них скорее неблагоприятна. Неблагоприятна. Да, они любят влажную. У нас вопрос от слушателей, а что едят клещи в валежнике, если там нет мышей или белок, дохнут от голода? В валежнике обычно есть мыши, и довольно много, то есть мыши любят убежище те же самые, у них такая. Синхронность в этом смысле. Да, я могу сказать, что когда с собакой идешь по лесу, он как раз-таки все эти валежники пытается проверить, потому что там явно слышат, что попискивают мышат. Попискивают, шуршат. Шуршат, да-да-да. Слушайте, как защититься от этого насекомого? Что делать? То есть, не знаю, там говорят, что нужно одежду как-то, ну, условно, герметизировать, репелинские штаны заправлять. Да, есть что-то, что клещи не любят? Так, значит, сразу клещи это не насекомые? А, простите. Так, а кто это тогда? Это паукообразные, это такие уклонившиеся пауки. Кто такие насекомые, возникает вопрос. Итак, к одежде. К одежде. Значит, есть специальные варианты одежды лесной, где такие оторочки, оборочки, они выглядят несерьезно, но клещ обычно вверх лезет, и доползая до этого карманчика, он там остается. И потом его можно посмотреть, поднять и посмотреть. Сейчас это уже такая немножко полузабытая вещь, и энцефалитки, так называемые наши, их не шьют с оборочками. На самом деле, это был необходимый элемент. Вот, специальная одежда. Естественно, да, надо заправляться, герметично стараться сделать. И есть репелинты, которые такие, ну, сравнительно хорошо действующие на клещей, отпугивающие их. Из них я бы порекомендовал рифтомид. Не в порядке рекламы, ни в коем случае. Просто я им сам пользуюсь. Рифтомид, антиклещ. Ну, наверное, там практически любой, который специфический против клещей. Вот рифтомид, пожалуй, лучше всего. Лучше всего, да? Да. Не является рекламой, просто такая рекомендация. Ну, к тому же, наверняка, друзья, вы в майской пойдете по лесам гулять. Ну, да. Главное, костры не жгите. Кстати, я понял, наконец, вот вы сказали про оборочки. У меня есть куртка, есть брюки для как раз-таки лесных путешествий. Я понять ему, зачем, нафига там вот эти оборочки. А сейчас понятно. Над коленом, получается, и еще чуть повыше перед талией. Да, и чаще вот еще на уровне гуляции. И на рукавах делает. А я думал, зачем? Вроде как-то по дизайну-то не очень. А, ну, вот, чтобы клещи туда. Это антиклещевая. Просто для понимания. А почему человек не чувствует вот этого самого укуса? Ведь это, в принципе, ну, кровососущее какое-то. Вводит... Комара-то мы чувствуем. Комара чувствуем. А клеща уже потом-потом. У клеща сильные анестетики. Да. Он сразу, когда кусает, вводит их, сразу мгновенно в ранку старается. Ну, как старается у него, это автоматизм. Он вводит их в кровь и вместо укуса практически не чувствуется. Но люди с чувствительной кожей, на самом деле, почувствовать могут. Могут, да. Да. А мы можем вот чему-то научиться у клеща? Например, вот его обезболивающий этот фермент... Ну, имеется в виду, мы люди, как ученые, да, например, начать производить и тоже использоваться в медицинских целях, к примеру. Вот такие вообще есть вещи, когда, вау, давайте возьмем у этого паукообразного такую опцию. В общем-то, яды с этой точки зрения изучаются у многих. И разные вот такие жидкости. Но про клеща конкретно я не слышал. Хотя, в принципе, идея интересная. Спасибо. Если что, 10% в мае. Как говоришь. У нас в Айате я пока не видел ни одного клеща. Здесь холодный край, но в конце мая они появятся. В середине июля пропадут как по расписанию. Действительно, смотрите, мы просто сейчас вот чаще и чаще сталкиваемся с тем, ну, мы с этого начинали, да, когда они появляются, может быть, из-за более теплого климата, что все раньше и раньше они начинают кусать. Там первый укус у нас чуть ли не в конце марта уже фиксируется, да. Но потом действительно есть такой, может быть, миф, а может быть, действительно люди это замечают, что резко их куда-то они пропадают, причем когда еще достаточно тепло. Что происходит? Ну, здесь, видимо, большая часть напитывается на этих или иных прокормителях. И кроме того, у них жизненный цикл, он достаточно жестко подвязан, им надо отложить кладку. А, понятно. Вот, и те, кто голодные остались, ну, может быть, они и не откладывают, но они уже и не пытаются, потому что не успевает развиться следующее поколение. У нас все-таки зима – это серьезный лимитирующий фактор пока. Слушайте, а вот вопрос такой. Можно вообще эту проблему с клещами, точнее так, с их болезнями решить? Может быть, ученые… Это вообще возможно? Вот я в этом смысле, наверное, пессимистичен. Скорее, нет, чем да. То есть, выпуская в природу какой-то агент, ну, более-менее искусственный, мы всегда рискуем, что он непредсказуемо изменится. Как ответить, природа непонятно, да? Да, да. Кстати, именно поэтому я и не верю в искусственную природу ковида, потому что последствия, и как он замутирует, предсказать совершенно невозможно. У нас сообщение. На маркетплейсе на одном продают специальные щипчики для вытаскивания клещей и какой-то специальный маленький цилиндр типа клизмы, чтобы высасывать кровь после укуса. А бабушки говорят, намажь клеща маслом, он сам отпадет. Где правда? Методов много, на самом деле. Клеща можно намазать маслом и аккуратно вытащить. Можно ниточкой, можно выкручивать. Вот можно, да, специальными щипчиками. Ну, по возможности, если клеща доставать, надо, чтобы вышла головка. Вот это есть такой серьёзный момент, чтобы... Головка продолжает распространять там вирус или бактерию. Чтобы она не стала сфранить. Удалить, да. Насчёт высасывания крови, ну, скорее лучше, как можно быстрее обратиться к врачу. Потому что чем раньше начато лечение, тем лучше. То есть клеща сейчас можно продиагностировать на ряд болезней. Ну, на основные, на энцефалит, на лайму. И быстро начать лечение. Поэтому это самое надёжное. И лучше, наверное, удалять травматолога, потому что травматолог сделает это просто аккуратнее. Вот если быстро доступен травматолог, то да. Понятно. Если долго, то лучше самому. То есть, ещё раз, чем быстрее удалишь клеща, тем меньше риск... Меньше, как это называется, массированность заражения. Ага, понятно. Тем меньше болезнетворных агентов попадёт в организм. Слушайте, спасибо большое. Напомню, с нами сегодня ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Алексей Гилёв. Спасибо большое. Спасибо. Естественно, наука. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.